Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Марии Новгородовой и Михаил Эверстов и микрофону редактор Саргалана Антонова. После 1 декабря истекает срок уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на недвижимость за 2020 год. Это налоги на квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и машины, а также на другую недвижимость, землю и транспорт, которые вам принадлежат или принадлежали в 2020 году. Сегодня в программе мы расскажем, где и как можно уплатить налоги и почему это важно. Чтобы поговорить о том, какие изменения произошли, что нового появилось в порядке уплаты налогов физическими лицами, мы пригласили сегодня в студию прямого эфира. Начальника отдела «Оказание государственных услуг номер 1» Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Саха, Якутия, Саргалану Гавриловну Винокурову. Добрый день. Добрый день. И заместителя начальника отдела Николая Аркадьевича Федорова. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, напомним, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 0066, 32 1166. Ну и кроме этого работает наш WhatsApp номер 8 41 12 32 0066. Вы можете писать свои вопросы к нам на WhatsApp. Итак, мы начинаем наш разговор. И первый вопрос я хотела бы адресовать Саргалане Гавриловне. Итак, какие налоги платят наши граждане? Давайте напомним. Ну, физические лица у нас уплачивают налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог. То есть транспортным налогом облагаются те физические лица, у которых в собственности имеются транспортные средства. Налогом на имущество физических лиц облагаются те граждане, у которых на праве собственности имеются недвижимые имущества. Например, это квартиры, комнаты, жилые дома, машины, место, объекты незавершенного строительства, а также иные объекты. И земельный налогом, соответственно, облагаются земельные участки, которые тоже принадлежат на праве собственности. А вот каким образом производится расчет налогов? Ну, расчет налогов у нас производится на основании средней, которые у нас поступают от регистрирующих органов. То есть так, с 1 января 2017 года мы перешли на расчет налога на имущество от кадастровой стоимости. То есть расчет берется, соответственно, на период владения, да, может быть там также, может быть определенная ставка. Также участвуют при расчете налоговые вычеты, понятия есть, и льготы. То есть налоговые вычеты – это та сумма, то есть та часть, которая уменьшает налоговую базу. То есть предусмотрены такие налоговые вычеты, получается, 20 квадратных метров на жилые дома, получается, да, 10 квадратных метров на часть комнаты, получается. И также у нас есть, получается, определенные льготы. Про льготы, как мы уже попозже расскажем. Мы знаем, что вот с сентября месяца началась рассылка, да, налоговых уведомлений. Каким образом наши граждане могут получать эти выдавления? Вот только в письменном виде или как-то еще? Как можно вообще узнать свою налоговую задолженность? В месяц сентября стартовала традиционная рассылка по рассылке налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. Направлено всего более 514 тысяч налоговых уведомлений. Из них, значит, более 30% направлено в электронном виде на личный кабинет англоплательщиков. Хорошо. Что делать, если, например, человек не получил налоговое уведомление? Скорее всего, у него в расчетах сумма налога составляет меньше 100 рублей. Например, если там составлено у него налог начислен на сумму 70 рублей, то в следующем году ему придет за 2020 год и за 2021 год. Либо у него есть переплата, которая ушла на зачет этих сумм налога. Тогда налоговое уведомление не направляется налогоплательщику. Он может зайти в личный кабинет налогоплательщика и посмотреть, есть у него расчеты или нет. И также к пенсионерам. У них не облагается одна квартира, один гараж, 600 квадратных метров. Но транспортный налог они в нашем регионе должны платить. Тем не менее, все-таки, наверное, бывают случаи, когда людям, которые должны воплотить налог, все-таки квитанции не приходят. Что делать в этом случае? Возможно, у них есть объекты имущества в других регионах, и они не успели еще рассчитать. По налоговому кодексу уведомления должны они получить за 30 рабочих дней. То есть до 1 декабря. Это 1 ноября, да, получается. Но до этого у них уже должна быть квитанция на уплату налогов. Если нет, то да, надо будет обратиться в налоговую инспекцию посредством нашего личного кабинета налогоплательщика. Либо вот со следующей недели мы начнем, скорее всего, да, начнем прием граждан. Это на 202-м микрорайоне, корпус 23. Там есть у нас операционный зал, куда любой желающий может подойти. Но лучше еще и записаться через наш сайт. Я еще добавлю, да, что те, кто не получили налоговое уведомление, могут обратиться, получается, посредством личного кабинета путем направления обращения, да, также могут обратиться в любое подразделение ГАУ МФЦ. То есть непосредственно получить квитанцию можно также через офисы Мои документы. Хорошо. А вот что делать, если в налоговом уведомлении, которое получили наши граждане, написана некорректная информация? Скажем, если у человека была машина, теперь ее нет. Если у человека была квартира, то, например, в этом году тоже ее не стало, он ее продал, например. Ну, например... А налог выставили, например, полностью за виску, да. Ну, например, если такая ситуация возникает, что гражданин не согласен, да, с теми характеристиками объекта, например, либо суммой налога за период, который уплачен, либо со ставкой налога, да, то он может направить с личного кабинета заявление на уточнение сведений. То есть именно по объекту недвижимости, например, по транспортному налогу. Бывают такие ситуации, когда транспортный налог человек продал, но, получается, тот, который уже приобрел транспортный налог, он не поставил на учет. Соответственно, транспортное средство будет начисляться, по транспортному налогу будет числяться налог на предыдущего хозяина. То есть в этом случае, например, да, он может направить заявление на уточнение сведений, приложить, например, подтверждающие документы, то есть договор купли-продажи, да, соответственно, налоговые органы после получения такого заявления направят межведомственный запрос в регистрирующий орган. В частности, вот по транспортному налогу у нас в органы ГИБДД. То есть самим гражданам непосредственно идти в ГИБДД, брать вот эту справку, не обязательно, да? Не обязательно, в принципе, да. Достаточно написать заявление. Да, мы можем направить запрос. И если придет подтверждение о том, что транспортное средство все-таки было, как бы, да, продано и, соответственно, поставлено на учет другому черту, то, соответственно, с него снимут и произведут перерасчет. А что касается недвижимости, например? Ну, также, конечно, такая же ситуация получается. Если, например, человек несогласен, например, с кадастровой стоимостью, например, да, то он может ее оспорить не в налоговом органе, а в органах кадастровой оценки. То есть он направляет запрос, соответственно, непосредственно тот орган, который занимается кадастровой оценкой. Ага, например, ну, также могут возникнуть ситуации, когда несогласен, например, с суммой налогаставкой, да, то, соответственно, только такое же заявление направляется через личный кабинет путем направления заявления на уточнение сведений объекта. А вообще, каким способом лучше обратиться гражданам в налоговые органы? Это прийти самому лично, либо вот через личный кабинет подать заявление, вот, чтобы вы посоветовали нашим гражданам? У нас есть информационные технологии, поэтому у любого человека у нас есть смартфон, да, сотовый телефон, поэтому они могут скачать мобильное приложение налоги.фл, соответственно, и уже направить с помощью данного приложения соответствующее обращение. Это очень удобно получается, как бы, не надо ходить в налоговую службу, стоять в очередях. Также можно зайти на наш сайт www.nalog.ru, да, и направить соответствующее обращение через сервис, обратиться в ФНС России. То есть выбирает, получается, налоговый орган. Хотела бы обратить внимание, что с 25 октября у нас была реорганизация. Получается, мы стали правоприемниками в отношении всех налоговой инспекции, и налоговый орган стал единый. То есть, если они хотят направить обращение соответствующее, то необходимо выбрать код налогового органа управления налоговой службы по Республике Саха и Кутия. Это код налогового органа 14.00. И направить обращение. Хорошо, дорогие друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Сегодня мы говорим об уплате имущественных налогов физическими лицами. Ну и, кроме того, у нас работает наш номер WhatsApp 8 41 12 32 00 66. Пожалуйста, можете написать свои вопросы и, соответственно, получить квалифицированные ответы. Мы продолжаем наш разговор. И хотелось бы знать, кому предоставлены льготы по налогу, да, и вообще, как их можно оформить. Да, вот налоговым кодексом предусмотрены льготы. Некоторым, да? Давайте сейчас примем телефон, а потом ответим, да, на мой вопрос. Алло, добрый день, слышим вас. Алло. Добрый день. Добрый день. Я приветствую налоговых работников и хочу задать такой вопрос. Как сейчас, вот в данный момент, облагается налогом земли сельскохозяйственного назначения и как тариф? Вот за гектар сколько сейчас будет? Спасибо большое. Пожалуйста, кто ответит. Ну, земли сельскохозяйственного назначения, получается, они у нас тоже все, соответственно, есть ставки именем установленные, да, у нас ставки устанавливаются законами о налоговой политике, соответственно. И так как это земельный налог, он относится к местному налогу, то, соответственно, он утверждается нормативными актами органов местного самоуправления. То есть у всех ставки различные в зависимости от района, где находится, да, этот земельный участок. Поэтому, как бы, я рекомендую на нашем сайте посмотреть сервис соответствующий, да, то есть на сайте www.nalog.ru есть сервис, который позволяет увидеть все ставки по всем видам сельскохозяйственного назначения. То есть сервис называется имущественные налоги и ставки льготы. Хорошо, мы продолжим ответ на вопрос, да. Мы начинали говорить о том, кому предоставлены льготы по налогу. Льготы предоставляются к нам пенсионерам на одну квартиру, на один гараж, либо машинное место. 600 квадратных метров освобождается. Но, как я говорил ранее, да, транспортный налог надо оплатить, потому что законами нашего правительства льготы не предоставлены. Также инвалиды первой и второй группы освобождены от одной квартиры, от уплаты одного квартиры, одного жилого дома, гаража и земельного участка. До 600 соток. То есть 6 соток они не оплачивают. Если земельный участок выше, да, 6 соток, например, 800, то за 200 соток они должны будет оплатить. И в новом уведомлении это будет отражено. Также вот законные представители детей и инвалидов могут претендовать на льготу по транспортному налогу. И многодетные родители, имеющие трех или более детей, также на одну квартиру получается 5 квадратных метров. Хорошо. Мы договорим об этом в следующей части нашей программы. Впереди вас ждет блок рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим об уплате имущественных налогов физическими лицами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 1 декабря истекает срок уплаты транспортного и земельного налога, а также налога на недвижимость. Сегодня в программе мы расскажем, как и где уплатить налог и почему это важно. Итак, гости нашей студии. Сегодня я напомню начальник отдела оказания государственных услуг номер 1 Управления Федеральной Налоговой Службы России по Республике Саха-Якутия Саргалана Гавриловна Винокурова и заместитель начальника отдела Николай Арканевич Федоров. Дорогие друзья, напоминаем, что наши программы выходят одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом мехире. Телефоны нашей студии 320066 и 321166. Кроме того, работает наш WhatsApp номер 84112320066. Итак, мы продолжаем наш разговор и мы говорили о льготах по налогу, где и как можно их оформить. Давайте я продолжу. Я остановился на многодетных родителях, имеющих трех или более несовершеннолетних детей. Там, получается, у них будет льгота на одну квартиру на 5 квадратных метров от общей площади на каждого несовершеннолетнего ребенка. Либо 7 квадратных метров на жилой дом от общей площади тоже, да, также на каждого несовершеннолетнего ребенка. И на земельный участок на 6 соток. Это с 2018 года. И теперь есть нововведение. С этого года один из родителей не уплачивает налог на один транспортный налог. То есть либо мама, либо отец. Соответственно, им надо будет подать заявление на льготу, предоставить свидетельство о том, что они многодетная семья. И если там не указаны дети, то копии свидетельства о рождении им надо будет предоставить. Но прежде чем надо будет посмотреть в налоговом уведомлении, есть ли у них такая льгота или нет. Если льготу не предоставили, то надо будет написать заявление на льготу. То есть обязательно льгота предоставляется в заявительной форме? Да, в заявительной форме. Давайте я еще добавлю, что с 2018 года у нас также введен проактивный формат. Это в частности то, что касается многодетных семей. Если они получили статус многодетной семьи, либо получили книжку, что они подтверждаются статус многодетных семей, то льгота предоставляется в проактивном формате на основании сведений, которые мы получили от органов социального обеспечения. Но бывает, что статус многодетной семьи включен только, получается, из родителей только мать, соответственно, как бы отец не включен. То в этом случае они обязаны подать, если они имеют право, подать соответствующее заявление. Хорошо, по льготе мы закончили? Нет, еще немножко осталось. Ветераны боевых действий имеют право на 50% на льгота на земельные налоги. Военнослужащие также освобождены от уплаты одной квартиры, одного жилого дома и одного гаража. И вот физические лица, у кого установлены в автомобиле стройцы, которые принимают... Ой, как сказать... В качестве моторного масла? Да, 50% льгота у них будет, если у них машина использует природный газ. То есть на 50% на срок 5 лет они могут подать льготу. Хорошо. А налогоплательщики вот в этом году у нас получают квитанцию по уплате только за 2020 год? Или они могут получать еще и за старые годы, спрашивают наши телезрители, радиослушатели? Ну, получается, расчет имущественных налогов у нас производится налоговым органом за предыдущие три года. Например, по каким-либо причинам, например, человек не представил сведения, да, об имеющихся объектах собственности, например, либо транспортных средствах, но при этом мы получили сведения позже, то, соответственно, налог исчисляется за три предыдущих года. Еще вот спрашивают, как уплачивают налоги те граждане, которые сдают жилье, ведь среди них есть еще и самозанятые. Вот такой вопрос поступил. Вообще, получается, те, кто сдают в аренду, они, соответственно, получают доход именно от сдачи имущества в аренду. Соответственно, у них возникает доход в виде налога на доходы физических лиц в размере 13%. То есть они обязаны по этим налогам, соответственно, представить декларацию 3НДФЛ не позднее 30 апреля года следующего за истекшим годом. То есть, например, за 20-й год они должны были представить не позднее 30 апреля 2021 года. Именно те, кто получает доход от сдачи имущества в аренду. Ну, соответственно, эти же, получается, собственники, они также являются, надо не забывать, что они также являются плательщиками налога на имущество физических лиц. И вот в качестве самозанятого, да, дополню, они должны зарегистрироваться в качестве самозанятого, скачать наше приложение и оплачивать. Если они сдают физическим лицам, то 4% у них будет налоговая ставка. Если они сдают юридическим лицам, то 6% у них будет налоговая ставка. Также вот хотела бы дополнить, что вот применение налога на самозанятых также возможно и государственными служащими. То есть, люди бывают, что на госдолжностях при этом как бы сдают имущество в аренду, да, соответственно, они имеют право быть самозанятыми и исчислять налог от самозанятости. Хорошо. Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. И сегодня мы говорим об уплате налогов, имущественных налогов физическими лицами за 2020 год. Если у вас есть вопросы к нашим собеседникам, то, пожалуйста, звоните. Кроме того, вы можете написать на наш WhatsApp номер 84112320066. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. И давайте уделим внимание такой теме, вот как можно оплатить налоги. Ну вот самый простой способ, да, который мы хотим донести на налогопотельщиков, это зарегистрироваться в нашем приложении и установить приложение налоги FL. Оно бесплатное, можно установить его в магазине App Store или Play Market, да, и набираете. Приложение называется налоги FL. Если у вас нету пароля от личного кабинета, вы можете зайти с паролем от госуслуг. Там есть рядом кнопка, можете авторизоваться и туда зайти. И увидеть, там в правом верхнем углу будет иконка конверт. Заходите туда, и там будет налоговое уведомление. Направлено оно 1 сентября в этом году, направлялось. Зайти посмотреть и есть в этом налоговом уведомлении транспорт, например, да, ваша машина, да, и налоги, которые посчитаны по ним. Есть рядом QR-код. Проще всего по этому QR-коду оплатить. И вот налоги, они делятся по видам земельный налог, имущественный налог, транспортный налог. Ага, сейчас мы продолжим об этом говорить. Давайте ответим на вопрос наших телезрителей, радиослушателей. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я, как самозанятый, оплачиваю в предложении налог от сдачи недвижимости. Правильно. Оплачиваю налог и все же больше никакого налога не оплачиваю же. Ага, то есть вы хотите просто уточнить, да? Да, я хочу уточнить. Вы же говорите, 13% еще надо оплатить налог. Я же через приложение все там, она снимает же у меня налог. Да. Если вы зарегистрированы в качестве самозанятого лица, да, 13% не оплачиваете, это оплачивают только обычные физлицы. Вы, как самозанятые, только, да, 4%. Я, как самозанятая, уже все оплачиваю через приложение. И достаточно то, что вы указываете ее в мобильном приложении, этого хватит. Декларации подавать не надо. Хорошо, хорошо, спасибо. Хорошо, мы продолжаем говорить о том, как же можно у нас оплачивать налоги. Мы сказали, что налоги у нас делятся. Да. Там у вас будет, если у вас есть земля и квартира, имущество, да, то на имущество надо будет оплатить отдельно, сумма, которая вам посчитана, и на земельный налог тоже отдельно. И проще все это сделать по QR-коду. Хорошо. Ну, давайте, хотя я говорила, что до 1 декабря мы должны оплатить, но тем не менее, давайте еще раз повторим, да, в какой срок нужно уплатить имущественные налоги, да, за 2020 год, и что, например, ждет тех, кто не оплатил вовремя? Ну, срок уплаты имущественных налогов, он у нас единый, как для транспортного налога, для земельного налога, и налога на имущественных лиц, это не позднее 1 декабря 2021 года по начислениям за 2020 год. В случае несоверной уплаты со следующего дня, то есть, получается, со 2 декабря, будет исчисляться пеня, то есть антепеня считается каждый день в размере 1,03 ставки рефинансирования. Поэтому рекомендую не затягивать с уплатой и произвести своевременно. Хорошо. Вот мы говорили о том, что личный кабинет налогоплательщика, на самом деле, это очень удобный сервис, который создан, да, для всех нас. Давайте все-таки уделим тоже ему некоторое внимание, еще раз напомним, чем он удобен для наших налогоплательщиков, как его завести, как в него заходить и так далее. Ну вот, как я и говорил, да, это приложение, есть еще у нас, как сайт, она реализована на сайте налогов.ру, есть отдельно в первой вкладке налог, ой, личный кабинет налогоплательщика физического лица. Для того, чтобы зайти туда, вам нужно будет либо взять логин, пароль у нас в операционном зале, либо зайти с помощью пароля от госуслуг. Либо так, либо так. Либо, если у вас есть электронная подпись, ну, это вот не у всех бывает, да, они с этой электронной подписью тоже могут авторизоваться в наш личный кабинет. Зайдя туда, в личный кабинет, вы сможете посмотреть все имущество, которое на вам считается. Ну, и снятое имущество, соответственно, да. Во вкладке доходы вы можете посмотреть свои справки 2НФЛ. То есть вам не надо будет обращаться в вашу бухгалтерию, писать заявление на выдачу справки. Зашли в личный кабинет, посмотрели, какой у вас доход, сколько налога у вас, 13% составляет. И, ну, это удобно, да, не надо будет ходить к вашему работодателю. Также посмотреть историю своих платежей, какую сумму вы оплатили, оплата была ли вообще. Ну, и посмотреть... Свои задолженности можно посмотреть. Да, можно задолженность посмотреть, оплатить. Оттуда же написать обращение нам, почему возникла вот такая сумма задолженности. Ну, и сначала и посмотреть свои уплаты. Вдруг в прошлом году вы не забыли оплатить, и вот у вас начисляется уже налог и пеня за неоплаченную сумму налога. Хорошо. Какие еще проблемы можно решить с помощью личного кабинета? Ну, я бы хотела добавить, что вообще личный кабинет, он, получается, это как бы позволяет без посещения налогового органа производить как бы сеть этого движения, да, именно. То есть, в частности, это получается, отражается актуальная информация обо всех объектах, да. Вы можете увидеть также состояние расчетов, то есть на сегодняшний день у вас имеется переплата, либо имеется задолженность. Также через личный кабинет можно получить ИНН, например. То есть, бывает, что такие ситуации, что ИНН теряет, да, либо какая-то другая ситуация, то можно получить ИНН в личном кабинете. Также можно получить сведения о своих банковских счетах. То есть, на основании сведений, которые у нас имеются от наших банков. То есть, можно увидеть о том, что платит человек ипотеку или нет, да? Также можно в онлайн-режиме заполнить декларацию Тренд-ФЛ для получения имущественных вычетов, социальных вычетов и стандартных вычетов, в случае, если работодатель не представил. Дорогие друзья, впереди вас ждет блок рекламы. После него мы вновь ждем встречи с нами. И сегодня мы говорим об уплате имущественных налогов. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 1 декабря истекает срок уплаты транспортного и земельного налога, а также налога на недвижимость. Сегодня в программе мы расскажем, как и где уплатить налог, и почему это важно. Итак, гости нашей студии сегодня это начальник отдела оказания государственных услуг номер один Управления Федеральной Налоговой Службы России по Республике Саха-Якутия Саргылана Гаврилевна Винокурова и заместитель начальника отдела Николай Аркадьевич Федоров. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 0066 и 32 1166. Кроме того, свои вопросы вы можете отправить на наш WhatsApp номер 8 41 12 32 00 66. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Саргылана Гаврилевна, мы говорили об особенностях работы личного кабинета. Какие еще сведения отображаются? Ну, как я сказала, получается, через личный кабинет очень удобно в онлайн-режиме заполнить декларацию на получение вычетов. В частности, это получается социальный имущественный вычет и имущественно-налоговый вычет. То есть также можно приложить уже заполненные в приложении декларации. У нас есть программный комплекс, позволяющий заполнять ее тоже в онлайн-режиме. Это программа комплекс декларации, соответственно, 2021. То есть с этой программой также можно приложить уже заполненные заявления. Ну, тем не менее, я думаю, что бывают такие случаи, когда наши граждане теряют пароли с доступами к личному кабинету. Ну, в случае утери пароля можно обратиться, соответственно, непосредственно в наш налоговый орган. Также можно, получается, обратиться в отделение ГАУМФЦ для получения, то есть они заполняют соответствующее заявление получить новый пароль. Также можно в самом личном кабинете на главной странице есть, в случае утери пароля проставляется галочка для восстановления пароля по адресу электронной почты. Мы не все, к сожалению, видят эту галочку. Например, там выходит сообщение «забыли пароль», например, да, соответственно, вводится ННН, вводится адрес электронной почты, который был введен ранее в настройках личного кабинета, и, соответственно, на данный электронный ящик пройдет в течение 12 часов восстановления пароля. Хорошо. А что делать гражданам, если, например, он превысил допустимое количество попыток для восстановления пароля? В этом случае ведь блокировка происходит? Ну, вообще, получается, да, после трех раз, после неверного, да, ввода пароля система как бы блокирует вход, но это ненадолго. Это, получается, будет восстановлена возможность ввода после течения суток. То есть, получается, да, после течения суток можно будет заново ввести пароль. Вы сказали, что можно увидеть данные о вычетах, да, в своем личном кабинете. Вот, например, мы знаем, что весной текущего года президент нашей страны одобрил ряд изменений в законодательство, которые позволяют получать новый социальный налоговый вычет, и я думаю, что его поощряют большинство наших граждан. Это физкультурно-оздоровительные услуги, с которых можно получить вычет, да. Вот расскажите об этом подробнее, это все-таки нововведение, которое появилось именно в этом году. Это возможность получения вычета именно на фитнес у нас появится по доходам за 21 год. То есть, получается, в 22 году мы можем подать, получается, соответственно, под тем расходом, который мы понесли по физкультурным оздоровительным мероприятиям, в частности, вот по фитнесу, можно подать тоже также через личный кабинет. То есть, для этого, получается, необходимо будет приложить сам договор с физкультурным, как бы, да, и приложить соответствующие квитанции. То есть, при этом, та организация, на которую подается вычет, то есть, да, например, фитнес-клуб, соответственно, он должен быть в определенном реестре Министерства спорта. То есть, данный реестр, он размещается на сайте Минспорта. Хорошо. То есть, прежде чем пойти, например, заниматься в то или иное, скажем, оздоровительное учреждение, нужно обязательно будет зайти, сверить все данные, и только после этого можно быть уверенным, да, в том, что мы получим этот реестр. Но этот реестр, как бы, он должен быть сформирован, как бы, на 1 декабря 2021 года, соответственно, он будет пополняться, да, такими учреждениями, которые оказываются культурно-оздоровительные мероприятия. Хорошо. Вот вопрос поступил. Мы хотим продать новостройку, и в этом случае нужно ждать дату регистрации собственности, или это можно сделать заранее? Вот такой вопрос. Вообще, получается, как бы, право собственности возникает, когда мы получаем соответствующую выписку, да, в случае, если граждане хотят реализовать это имущество, то, если оно будет собственностью менее трех лет, то у него возникает налог с продажи именно данного имущества, и обязанность по декларированию при получении соответствующего дохода. Хорошо, у нас телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день. Алло. Да, говорите, пожалуйста, добрый день. Здравствуйте. У меня вопрос по имуществу вычета. Новый закон вышел или не по три месяца ждать, или один месяц уже ускоренный вычет? Такой закон вступил в силу, и у нас есть соглашение только пока с банком ВТБ, когда заходите, ну вот, такие вычеты направляют только с личного кабинета налогоплательщика, и у вас там должен быть уже предзаполнена налоговая декларация. Если вы согласны с этой предзаполненной налоговой декларацией, да, на ту квартиру, которую вы уже приобрели, то можете направить ее, там надо будет только нажать «Отправить». И все. Если вы купили эту квартиру в этом году, но пока только это работает с ВТБ банком. Какие еще у нас документы можно отправить через личный кабинет для физических лиц? Ну, вообще, как бы, получается, через личный кабинет можно обращаться по всем жизненным ситуациям, да, то есть бывает человеку необходима, например, какая-то справка, в частности, это может быть справка о том, что у него нет задолженности, да, также можно свериться с налоговой службой, то есть получить акт сверки, также получить все дни о своих банковских счетах, например, тоже очень актуально бывает, получить ИНН, ну и самое главное для физического лица, это, соответственно, весь документ обороту именно по вычетам, то есть получает возможность отслеживать весь статус камеральной налоговой проверки после предоставления налоговой декларации, да, и также в случае подтверждения и в случае наличия переплаты можно направить заявление на возврат, либо на зачет с личного кабинета. Вот спрашивают, каким образом можно получить усиленную неквалифицированную электронную подпись? Да, эту подпись можно получить абсолютно бесплатно в нашем личном кабинете налогоплательщика во вкладке «Профиль». Там есть ссылка «Получить ЭПС», ну то есть «Получить электронную подпись». Эта подпись, она усиленно неквалифицированная подпись называется. Для получения этой подпись вам нужно будет придумать еще один пароль. На латинском языке должна быть одна большая буква, маленькая буква, цифра, и повторить ее еще раз. И этот пароль для отправки документов. Хорошо, вот тоже спрашивают. У вас была одна из хороших форм работы, это проведение дня открытых дверей. Будет ли что-то подобное до 1 декабря? Ну вообще у нас получается данные мероприятия у нас ежегодно проводились, но вот к сожалению в связи с ковидными ситуациями в нашей республике данный формат пока приостановлен. Но мы проводим очень много различных мероприятий в онлайн режиме, то есть мы проводим семинары в режиме ВКС. Также на нашем сайте размещены все материалы, в частности у нас вот именно по оплате имущественных налогов имеется промо-страница налоговое уведомление 2021, где любой гражданин может получить любую информацию касательно начисления, сроков оплаты, способов оплаты именно по имущественным налогам. Какие еще сайты и сервисы у вас есть для удобства налогоплательщиков? Ну вообще наш сайт, он позволяет общаться без визита налоговой службы, да, на нашем сайте функционирует более 80 сервисов, то есть в зависимости от категории заявителей, то есть это как для организации, как для предпринимателей, так и для физических лиц. То есть можно встать на учет качестве, то есть подать документы на постановку на учет, как предпринимателю, да? Да, как предпринимателю, как подать на создание юридического лица, также встать на учет для получения ННН, тоже также можно встать на очередь. Также хотела бы обратить внимание, что на сегодня мы работаем в онлайн-режиме, все наши, да, соответственно, структурные подразделения у нас работают в онлайн-режиме, имеется в виду, что операционный зал принимает тех налогоплательщиков, которые записаны через сервис онлайн-запись на приемную инспекцию, то есть налогоплательщик выбирает категорию услуги, которую он хочет получить, выбирает удобное для него время и записывается. Соответственно, к нему на электронную почту приходит подтверждение о том, что он записан. Соответственно, данный человек должен подойти заблаговременно, за 15 минут до предоставления услуги, и, соответственно, его примут в первоочереднем порядке, по тому времени, по которому он записан. Ну и в завершении нашего разговора давайте еще раз напомним, в какие сроки мы должны уплатить наши имущественные налоги, да, физические лица. Ну и пожелания нашим телезрителям, радиослушателям, пожалуйста. Ну, напоминаем, что предельный срок уплаты имущественных налогов у нас 1 декабря, и те пользователи, которые подключены к личному кабинету, они получили налоговое уведомление только в личном кабинете. Соответственно, на главной странице на сегодняшний день не отражается сумма к начислению, поэтому они должны открыть вкладку «Сообщение», и, открыв это сообщение, они открывают, соответственно, свои налоговое уведомление. Ага, то есть в этом году нужно быть еще и внимательнее, да? Да, внимательно нужно обратить внимание, что многих будет заблуждение, что когда открывают главную страничку, у них нет суммы к начислению, да. Соответственно, они должны открыть его через сообщение, запомнить, получается, сфотографировать данный QR-код, либо уникальный идентификатор населения. И с помощью онлайн-банков он может оплатить по данным реквизитам. Я благодарю вас за очень интересный разговор. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Ее подготовила и провела редактор Сергея Лана Антонова. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...